так всем привет сегодня у нас будет обзор на рейсер к 2 якобы 172 мотором но по факту тут не 172 мотор стоит стоит какой-то там рейсерский обновленный с балансировочным валом вот если видно балансировочный вал вот он шел с птсами птс я снял как вы видите тут осталось вот крепление что могу рассказать что могу рассказать ну 22 лошадиная сила в принципе все по классике еще по классике обычные китайские 21 лошадь тормоза тормоза 1 поршневые как бы но в принципе скажу так что двухпоршневые они сразу колеса views пускают здесь как бы тоже 1 поршневые но в принципе с балансировочным валом вообще супер супер в том что нету вообще вибрации никаких никаких вибраций тут баг десятка литров то есть не уже идет не 65 как нам это лэнди такая вот ручка есть спидометр есть есть спидометр как бы вот подсос на руле вот ну единственное что здесь нету так это вот этой вот перегородочки чтобы прицепить мягенькую подушечку чтобы не удариться вот такие болотнички пластик на самом деле не знаю относительно относительно мягкий относительно жесткий такой то есть ну как бы я думаю у него есть свободный такой ход так сказать запас короче звучит классно подрыв у него просто капитальный я вам так скажу в совокупности с такой звездой звезда здесь стоит я не помню насколько блин насколько зубьев наверно вот как я понимаю 45 если не ошибаюсь можете поправить меня в комментариях 45 тяга просто как не знаю как на дизеле прогрессии нету но зато есть амортизатор кикен или как он называется какие с регулировкой то есть вот сжатия видите жесткость можно настроить ключ зажигания у нас находится тут не совсем как бы удобно но как бы пойдет на самом деле тут уже ногой не заденешь как на первых моталендах были такие случаи на первых моталендах ты катаешься катаешься раз и как бы зажигание выключил это предел ключику такую веревочку чтобы не потерять есть нюансы по проводке но это в принципе у всех китайцев по проводке нюансы вот тут гудок находится кстати очень громкий фара светит классно поворотники такие бегающие вот и где-то хомутики уже пустил так типа как так сказать колхоз тут поправил и еще буду дорабатывать разъемы всякие чтобы нигде не терлась там и не торчало не там где не нужно вот вилка не знаю можете скажете или не скажете регулируется она не регулируется но скорее всего думаю нет наклеечки gopro какие-то до передач 5 но я честно скажу что я четвертую включила пятую я уже не включал все у нас это запитывает карбюратор небе 30 сейчас будет видно вот видно 30 вот холостые все как в принципе на удивление супер работает ну то есть сразу чуть с обогатителем подержали нагрели мотор и все и как бы потом он стабильно работает и на ручку отзывчивый потому что многие осмотрел ставят с ускорительным насосом пвк заказываются алиэкспресса вариант хороший но пока гарантия в принципе я к этому не стремлюсь ручка просто бешеная отвечаю крутится только нажимаешь только крутишь и все вот так что мотоцикл двадцать третьего года в феврале вышел в двадцать третьем году так что если какие-то будут вопросики вот к 2 как раз написано если будут какие-то вопросики пишите в комментариях буду снимать отвечать вот вот half вот все